Всем привет. Добро пожаловать в новую часть мифов, в которые мы верим. Сегодня они будут достаточно лайтовые, но у каждого из них отличная история. Я гарантирую, сегодня вы узнаете кое-что новое для себя. Я ниндзя. Такая ассоциация возникает, когда мы видим черный костюм с маской или какой-нибудь катаной или сюрикеном. Собственно, а почему мы так думаем? Ну, во-первых, потому что фильмы и книги говорили нам, что именно так ниндзя и выглядели. Но эти образы изначально должны на чем-то основываться. И мы без проблем можем проследить цепочку, которая приведет нас к Хокусай. Это японский художник. Вот его автопортрет. Он еще в 1817 году изображал ниндзи именно так. Ну что ж, первоисточник найден. Отличная работа. Или нет? Дело в том, что это изображение уже влияние популярной культуры. Ниндзи действительно существовали. Их обучали убивать подручными средствами, отравлять, подслушивать, выживать. Ну, по большей части подслушивать, если честно. Но вне задания они были торговцами или обычными фермерами. И они никогда не выглядели вот так. Принесемся немного назад и узнаем, с чего все началось. Бунраку. Так называется традиционный японский кукольный театр. Куклами там управляют сразу несколько кукловодов, чтобы движения были максимально плавными. Видите их? Вот они. Они полностью одеты в черное, чтобы не отвлекать зрителя от происходящего на сцене. Такие люди в черном называются куроку. Эти же люди таскают реквизит по сцене в невероятно известном театре Кабуки. В общем-то исторически так сложилось, что это невидимые люди. Считается, что именно так и закрепился образ бесшумного убийцы. Но какие они были на самом деле? Искусство ниндзя это искусство обмана. Поэтому ниндзя должен быть скрытен. Поэтому они часто носили обычную одежду, чтобы смешаться с толпой. И каждый раз они меняли свои костюмы в зависимости от миссии. Черный костюм не очень для этого создан. Даже ночью. Ведь они считали, что для ночи больше подходит красная или синяя или коричневая одежда. Невозможно установить какую-то одну форму для ниндзя, но есть вероятность, что на бой они носили вот такое вот снаряжение или такое. Это совсем не похоже на костюм, к которому мы привыкли. И если бы настоящий ниндзя увидел бы бегущего по крыше дома чувака, одетым в черное кимоно, ржал бы в голос. Смотрите все, я не привлекаю внимания. Помогите, там человека убивают. Про них еще столько можно рассказать. Это невероятно интересно. Обязательно как-нибудь посвящу этому целый ролик. Но вы ведь тоже наверняка думали, что сюрикенами убивали. Но еще чуть-чуть восточной культуры. Часто кушая в китайских ресторанах вы бесплатно получаете китайское печенье с предсказаниями и вы такие. Ух ты, китайское печенье с предсказаниями. Ну-ка. Не бойтесь совершить ошибку, ведь если бы не ошибка, то вас бы не существовало. Наверное, какая-то китайская мудрость. Прикольно. Но при чем здесь Китай? Вы без проблем найдете рецепт такого китайского печенья. Аргументы и факты тоже пишут, что самые известные печенья с предсказаниями китайские. Интересно, интересно. А китайцы об этом знают? Дело в том, что история китайских печенья с предсказаниями приводит нас в Японию, где делают такие же штучки, только саму записку не засовывали прямо в печенье. И позже, где-то в начале середине 20 века ресторанчики в Америке стали делать такие же штучки. Разумеется, в китайских ресторанчиках в Америке это стало чуть ли не традицией. И конечно же фильмы это популяризировали. Печенье, которое, вероятно, было изобретено в Японии, популяризировано в американских ресторанах, но его молниеносно стали называть китайскими. Настоящая классика недопонимания. Молниеносно. Есть очень детский миф о том, что молния два раза в одно место не бьет. Он довольно распространенный, поверьте. И тут сразу можно парировать тем, что в Empire State Building молния фигачит около 100 раз в год. Но может больше, а может и меньше. Окей, там стоит огромный громоотвод и молнии проще до него добраться. Логично же, что если громоотвода нет, то дважды в одно место молния просто не ударит. Зачем ей это вокруг столько свободного места? Скажите это Рою Салливану, человеку, в которого 7 раз попадала молния. Воу, 7 раз. Ничего себе, звучит как всратый миф, который сейчас буду разоблачать. Хотя придется поверить, ведь он попал в книгу рекордов Гиннеса. Его повреждения фиксировали, да и все имена сходятся. Я даже купил книгу про национальный парк, в котором он работал. Вот у меня даже есть эксклюзивная фотка, как он чилит в пещере. Все сходится. Я никогда не говорил, что у меня 7 раз била молния. Возникает вопрос, почему в него так часто била молния и почему он все время выживал? Ведь вообще-то попадание молнии в тело человека может быть смертельно. Но ради справедливости стоит заметить, что он все же умер от пули и вряд ли в него небо выстрелило. Скорее всего он самоубился или жена его убила. Тут точно непонятно. Но в любом случае парню не очень повезло. На его могиле даже выгравировали очень правильные слова. Мы тебя любили, но Бог любил тебя больше. Это точно. А точнее любил бить его молнией. Зевс, наверное, так злость вымещал. Ну или нет. Но Рой не исключение. Есть много людей, в которых молния била по несколько раз. Такие же везунчики. Карма, скажете вы. А что если нет? Давайте послушаем. Если обратиться к статистике, станет понятно. Шанс того, что с вами может произойти что-то подобное, настолько маленький, что, казалось бы, им можно пренебречь. В США шанс того, что вас хотя бы раз в жизни ударит молнией, составляет 1 к 3 тысячам. Чтобы понять, каков шанс, что это произойдет 7 раз, нужно возвести это число в седьмую степень. Получается вот такое число. 1 к 37 септилионам. Но давайте рассмотрим ситуацию подробнее. Штат Виргиния, в котором жил Салливан, один из самых неспокойных в США в плане погоды. В среднем здесь происходит от 35 до 45 гроз в год. Обычно в июне, июле и августе. Если посмотреть карту ударов молнии, то можно заметить, что даже на сегодняшний день она редко обходит Виргинию стороной. Да. Ну, наверное, еще повлияло то, что он был егерем в парке и работал на открытой местности. Да, именно так. Более того, почти всегда Рой получал удары именно во время патрулирования парка. Впервые его ударило на пожарной вышке, на которой не было громоотвода. То есть просто лучшее место, чтобы схватить на себя гнев Зевса. Второй раз молния ударила в дерево, а оттуда попала в грузовик Салливана. А как мы знаем, деревья это, наверное, худшие места, чтобы прятаться от молнии. В третий раз молния ударила в трансформатор рядом с его домом и повредила ему плечо. Ну и так далее. Его профессия и место жительства значительно повышают шанс того, что его ударит молнией. Но даже несмотря на это, это все еще удивительная история. Удивительная история об удивительном совпадении. Все дело в том, что интуитивно нам сложно понять, насколько часто происходят события с низкой вероятностью. Мысленный эксперимент. У вас есть мешок, в котором лежит 37 септиллионов шаров. И вы случайным образом достаете один из них. У вас в руках этот шарик. Шанс того, что вы достанете именно этот шар один к 37 септиллионам. Но это произошло. Событие с такой вероятностью произошло. И это касается каждого из шарика в этом мешочке. Я уже не говорю о шансе того, что именно ты появился бы на свет. Вспомни гонку из скольки сперматозоидов тебе удалось выиграть. Вся наша жизнь состоит из огромного количества маловероятных событий. И вполне возможно, шанс того, что в тебя 7 раз ударит молнией, даже выше, чем шанс, что твоя следующая шахматная партия будет именно такой конкретной. Поэтому в мире, который по большей части состоит из маловероятных событий, странно придавать некоторым из них мистический смысл. Спасибо большое. Ну вот мы и выяснили, что молния это сумасшедшая и беспощадная стерва, которая может бить в одно место хоть сто раз. Поехали дальше. И вот так вот плавненько тема молний приводит нас к Зевсу. А точнее к древней Греции. Посмотрим как там. Знаете почему мы болеем, злимся, убиваем, страдаем, заставляем страдать других людей? Все потому, что давным-давно, когда здесь бегали и летали всякие боги, был открыт ящик Пандоры. Круто, да? Многие из вас знают, что такое ящик Пандоры, ну или хотя бы слышали о нем из фильмов или видеоигр. В настоящее время ящиком Пандоры называют то, что содержит в себе много неприятных неприятностей. А открыть ящик Пандоры это означает выпустить все это наружу. Или например мы не знаем во что ввязываемся и так далее. Как пример вы можете совершить какое-то действие, которое приведет к неожиданным, но ужасным последствиям. Например, откусить себе заусенчик. Вроде бы ничего такого. Туда попадет всякая грязюка и в итоге вам ампутирует палец. Это конечно плохой пример, но такое тоже случается. Это вы открыли ящик Пандоры. Типа того. Но зачем я все это говорю? Сейчас выясним. Наконец-то настала пора древней греческой мифологии. Ну а для полноты картины я обязан вам рассказать, кто такая Пандора и зачем ей клятый ящик. А поэтому будьте готовы к самому быстрому в мире погружению в тему. Все началось с того, что Прометей дал людям огонь и тем самым сделал их независимыми от богов. Богам это ни хрена не понравилось. И дед Зевс, чтобы наказать непокорных, придумал коварный план. Ублюдский, я бы даже сказал. Он решил послать на землю зло в образе прекрасной девушки Пандоры, в создании которой приняли участие многие олимпийские боги. Сделали ее тяп-ляп из воды и глины, но получилось вроде ничего так. Когда девушка была готова, Зевс велел Гермесу отвезти ее в дом брата Прометея. Девушка была так прекрасна, что он с радостью принял ее и взял себе в жены. Быстрый парень. Пандора узнала, что в доме в самом далеком мрачном углу есть ящик, который никогда ни при каких обстоятельствах нельзя открывать. А еще он от Зевса, а еще он принесет беды. Но кто не рискует, тот не пьет просроченное молоко и она его открыла. Сразу все зло, все людские пороки, несчастья и болезни заключенные в этой хреновине вылетели из него. И когда ящик захлопнули, внутри него осталась только надежда. Вот почему мы грустим. Вот такая вот грустненькая история, знаете, прям за душу. Если бы конечно была правдой. Я просто не особо верю в богов и во всякое такое. Если я не прав, ударь меня молнией. Но зачем я рассказываю про этот миф? Потому что в этом мифе есть миф, в который мы верим. Гесиот был греческим поэтом. Полагается, что он являлся основным источником греческой мифологии и не только. В общем шарил за культуру. Он как считается и описал историю Пандоры в 7-8 веке до нашей эры. Хотя может он вообще эту историю сам придумал. Не в этом суть. Гесиот писал, что все зло этого мира сосредоточено в чем-то, что называется питос. Это греческое слово, оно означает урна или бочонок. И обычно использовалось в целях хранить там рис или вино. И в ритуальных целях тоже, кстати. Некий человек, который занимался переводом, Лилиус Геральдус, написал вместо слова питос слово пиксис. Такой пройдоха. Прям ржу не могу. Пиксис же означает коробка. Вот этот поворот. Коробка вместо бочонка. И в этом-то и заключается ошибка. Фейлы, которые мы заслужили. Это все вроде как было описано в 16 веке. Но позже были найдены свидетельства того, что еще до этого случая известный Эразм Роттердамский первый совершил эту ошибку перевода и породил огромный миф. И это начали цитировать и более того рисовать. Так что вы поняли, что ящик Пандоры это не ящик, а бочонок. Вау. Я даже не знаю применение этому факту, разве что родителям за столом рассказать. Просто я по работе был в Греции. Я просто не мог по-другому. Мне нужно было хоть что-то придумать. Ну и еще немного древней Греции. Смотрите, многие из вас во время недавних выборов видели утверждение в интернете, что человека, который не голосует, в древней Греции называли идиотом. Лично мне это предъявляли комментаторы. Если вы не в курсе и никогда такого не видели, не беда. Скоро увидите. Ведь сработает феномен Бадера-Майнхоф. Это когнитивное искажение, когда вы после услышанного удивительным образом везде натыкаетесь на это. Хотя на самом деле ничего удивительного в этом нет. Так о чем это я? Те, кто не голосует, идиоты. Я бы не стал с этим спорить, если даже русскоязычная википедия нам об этом говорит. Бум. Термин идиот действительно прибыл из древней Греции и означал человека, который думает только о себе. Эгоист. Сам себе на уме такой. Происходит от слова идиос, что означает частный. Ведущие словари указывают именно на это. И хоть для греков участие в политике было очень важным, но идиотами именно в оскорбительном ключе никто не называл тех, кто не голосует. Ну не голосует, он частный, сам по себе окей. А плохой смысл этого слова появился намного позже. Недоразвитый, ограниченный и так далее. Так что если вдруг, вдруг этих людей и называли идиотами, то это означало совсем не то же самое, что и сегодня. Привет. Привет. Слушай, а ты пойдешь завтра на выборы вместо работы? Нет, а что идиот, что это? Ну получается, что ты идиот. Ведь в древней Греции... Как интересно получается, смысл слов меняется так же быстро, как и цвет хамелеона. Интересно, мы подошли к другому мифу. Достаточно известному, но если копнуть глубже, то это достаточно интересно. Если подойти на улице к человеку и спросить, чем известен хамелеон, то скорее всего он ответит, что хамелеон меняет цвет. Ну да, так и есть. Но правильно ли мы это себе представляем? Благодаря мультикам, видосикам в интернете, рассказам других людей, мы в курсе, что хамелеон меняет цвет для маскировки. Если он находится в траве, то он зеленый, а если в доме у Барби, то он розовый. Уверены? Самые распространенные видео в интернете, где хамелеон быстро меняет цвет, на самом деле рекламные кампании и в них используется графика. Хамелеоны не меняют цвет на то, где они находятся. Это миф. Они кардинально меняют цвета не так быстро и не в целях маскировки. Цвет может меняться из-за стресса, опасности или чтобы понравится телочке. Так же температура играет роль и некоторые другие факторы. Вот хороший пример. И это ускорено в 10 раз. Почувствуйте разницу, как говорится. И выходит, что их обычный вид это и есть камуфляж. Ну ладно, многие из вас могли это знать. Это отлично. Но самое интересное здесь, как именно они меняют цвет. Нанотехнологии. Круто. Да, нанотехнологии собственного производства, так сказать. У них есть слой клеток, которые отражают цвет. Они называются иридофоры. И в этих клетках есть кристаллы наноразмера. Очень прям малюсенькие, намного, намного меньше толщины волоса. Когда кристаллы в обычном положении, они отражают определенные волны. Синий цвет, а его кожа содержит желтый пигмент. Добавляем синий. Какой получается? Правильно? Обычный. Точнее зеленый, я хотел сказать. Но хамелеоны умеют ими управлять. Например, сделать расстояние между кристаллами больше. И тогда уже другие волны отражаются. Красный цвет. Хотите увидеть, как мгновенно меняют цвет? Посмотрите на осьминогов. Там другая техника смены цвета, но все же. Получается, что в нашем понимании осьминог больше хамелеон, чем хамелеон. Ты все равно красивый. Давай сфотографируемся. Я тебя в рамку поставлю. Главное теперь, чтобы эта фотография не потеряла цвет со временем. А то знаете ли, они часто выцветают и хрен поймешь, какого цвета в итоге был хамелеон. Для этого мы воспользуемся принтером HP Ink Tank 415. Почему им? Ну, во-первых, это Шарифов посоветовал. А во-вторых, как я уже сказал, чернила в этой малютке выцветают намного, намного меньше, чем обычные. Поэтому я просто взял и скинул эту фотографию прямо в принтер и распечатал. И в-третьих, в нем разберется даже такой недалекий, как я. А для меня всегда была проблема заправить картриджи. А тут их вообще нет. И заправить принтер может даже ребенок. Никаких проблем. Какой бы я ни был криворукий, чернила не смогу пролить. Советую обратить на него внимание. Ведь чуть больше, чем за 13 тысяч вы получите печать, копир, сканер, беспроводную передачу файлов, гарантию 2 года. И самое главное, прямо из коробки вы получите целые ведра чернил, которые позволят вам распечатать 15 тысяч черно-белых или до 8 тысяч цветных страниц. Чего? Да у меня никогда в жизни не будет столько фотографий с хамелеоном. А, я придумал. Я же могу сам распечатать плакаты I want to believe. Звучит как бизнес-идея. Хочешь опередить меня? Ссылка в описании. Ну думаю на этом можно и закончить. Очень надеюсь, что вы узнали хоть что-то новое. Ведь с одной стороны все эти мифы незначительны. Но как только начинаешь копать, то находишь целую гору увлекательной информации. Спасибо, что смотрели. Обязательно переходите на канал Шарифова, чтобы увидеть еще один ролик, в котором я конечно же принимаю участие. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok